Всем привет, меня зовут Илья Бунин. Ну что ребят, посмотрел Сделано в Америке и знаете, Том Круз чё-то сдаёт и издаёт. Сделано в Америке это причудливый псевдобиографический фильм. Он несёт в себе черты драмы, комедии, детектива, приключенческого фильма и боёпика, но на деле не является ничем из перечисленного. Режиссировал ленту неплохой дядька Даг Лайман, который ставил идентификацию Борна, мистер и миссис Смит и хорошую фантастику Грань Будущего. Бюджет новой картины составил сумму в 50 миллионов долларов. Сюжет фильма стал очень вольной интерпретацией биографии Барри Сила, пилота гражданской авиации, который промышлял шпионажем и контрабандой. История этого мужика действительно очень необычна. Если вам интересно, как всё было на самом деле, то Гугл выдаст вам его подробную биографию. Ну а в картине Дага Лаймана зрителю дают очень сжатую, упрощённую и существенно переработанную историю. В начале фильма Барри Сил работает пилотом гражданских авиалиний. Он женат по любви, получает хорошую зарплату, имеет шикарную страховку и при этом занимается любимым делом. Казалось бы, живи и радуйся, но нет, задница требует приключений. Сил периодически занимается мелкой контрабандой, на чём его ловит ЦРУ. Пилоту приходится шпионить и возить контрабанду во имя великой демократии. Ну а между делом и в свободное время, он решает поработать наркокурьером в картеле Пабло Эскобара. А то чё-то скучно как-то. Весь этот расклад выдаётся буквально в первые 15-20 минут, а дальше сюжет зацикливается. Барри Сил летает туда-сюда, периодически решает возникающие проблемы, снова летает туда-сюда и так по кругу много-много раз. И знаете, при всей примитивности сюжетной концепции, фильм смотрится очень легко и позитивно. Происходит это благодаря ярким пейзажам Центральной Америки, незамысловатым диалогам и разнообразным передрягам, в которые главный герой влипает каждые 10 минут. В принципе, на этом можно было бы и закончить, если бы не одно существенное «но». Шо? Опять? Да, ребята, опять 25. Всё это работает ровно до тех пор, пока вы вообще не будете думать и сравнивать сделано в Америке с другими фильмами жанра. Вы вполне можете 2 часа смотреть на красочные картинки, летающие взад-вперёд самолёты, улыбку Тома Круза и уйти довольными. Но если вы хоть немножко, хоть наполовинку лопатки копнёте вглубь, картина сразу же начинает сыпаться. Потому что глубины здесь нет, вообще никакой. Для наглядности, я сравню сделано в Америке с хорошим, но, кстати, далеко не самым топовым фильмом. Фабула ленты Дага Лаймана имеет очень много общего с оружейным бароном. В обоих случаях главными героями выступают люди, которые занимаются контрабандой и незаконной торговлей. В обоих случаях отдельные силовики пытаются их прищучить. А власти США покрывают преступников в интересах своих политических игр. В обеих лентах фоном идут масштабные геополитические потрясения. Войны, революции и противостояния сверхдержав. Забавно, у них даже некоторые сцены один в один повторяются. Я вам сейчас скажу, как будет, но чтобы вы могли подготовиться. Скоро в эту дверь постучат и вас вызовут. В коридоре будет человек выше вас по званию. Сначала он похвалит вас за отличную работу, за то, что вы укрепили мир, и скажет, что вы получите благодарность и повышение. А потом прикажет вам отпустить меня. В общем, история героев и среда их обитания почти один в один. А вот разница в проработке колоссальная. В оружейном бароне Юрий Орлов планомерно развивается по ходу всего фильма. Он начинает с низов и оказывается на стыке двух больших миров, политического и криминального. В жизни торговца оружием присутствует четко выраженная драма, которая заключается в сложном выборе. На одной чаше весов деньги и любимая, но незаконная деятельность. А на другой его душа, совесть, семья и жизни тысяч ни в чем не повинных людей. Эти люди, они рядом с нами. Как ты думаешь, что с нами сделают, если откажемся? Убьют нас. Но если не откажемся, что будет с ними? И эта драма, помнится мне, работает. Зритель проникается душевными метаниями героя, переживает за него и до последнего надеется на хороший исход. Ну, во всяком случае, я. В случае персонажа Тома Круза, подобного даже близко нет. Он не испытывает никаких моральных терзаний даже тогда, когда по его вине гибнут близкие люди. Мотивация у него тоже что надо. Если Юрий Орлов обосновывал свою деятельность фразами «Я необходимое зло, и я ничего больше не умею», то Барри Сил говорит «Я сначала делаю, а потом думаю». Зашибись, жизненная позиция, ничего не скажешь. Я просто похлопаю. Правда, вот если всерьез анализировать героя, то сам собой напрашивается такой вывод. Он просто жадный до денег дурачок, который вообще не способен оценивать последствия своих действий. Поэтому он соглашается на любую херобору, которую ему предлагает первый встречный агент, наркоторговец, генерал, неважно кто. Всё его развитие в течение фильма выглядит примерно так. А давай ты будешь работать на ЦРУ? Ладно, хуй с ним. А давай ты кинешь ЦРУ и будешь работать на кровавых террористов? Ладно, хуй с ним. А давай ты сядешь в тюрьму? Ладно, хуй с ним. А давай ты рискнёшь своей семьёй и подставишь подельников? Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Надёжный, блядь, как швейцарские часы. И вот такой детский сад в фильме творится со всем и со всеми. Второстепенные герои появляются непонятно зачем и выводятся из повествования, не оказав никакого влияния ни на сюжет, ни на главного героя, ни на что. Это я про брата героини. В мире бушует холодная война, в Центральной Америке полыхают революции, гражданские войны и процветает терроризм. Супер важный агент ЦРУ регулярно напоминает об этом. А между делом почему-то отплясывает так, как будто Скорсезе взял его на главную роль в фильме «Волк с Уолл-стрит». Даже противостояние СССР и США в фильме проиллюстрировано забавным мультиком, в котором белоголовый орлан дерётся с бурым медведем. В общем, вы поняли, всё упрощено просто до безобразия, как будто авторы держат вас за глупых детей. Варианты отношения к подобному подходу сценаристов такие же, как в бородатом анекдоте. Вы можете копать, а можете не копать. Если начнёте копать, то по уши заройтесь в проблемы, о которых я рассказал. Если не будете копать и забьёте на косяки, то вполне можете нормально расслабиться под одноразовый кинчик. Посмотрите на замечательные панорамы всяких джунглей, круговые облёты разных летающих посудин и диалоги с псевдодокументальной съёмкой. Сцены сменяют друг друга довольно динамично, герои не утруждают себя лишней болтовнёй, так что в плане лёгкости восприятия Даг Лайман фильм выстроил неплохо. Откровенной скуки я на сеансе не испытал. Правда, какого-то увлекательного экшена тоже не ждите. Его здесь вообще нет. Разве что 2-3 сцены с гонками на самолётах. Ну и всё. Остальное сплошняком забавные ситуации и комедийные фейлы, из которых в конце внезапно пытаются накрутить искусственную драму. Кстати, несмотря на отсутствие боевых сцен и ураганово экшена, фильм был сопряжён с большими трудностями из-за использования большого количества летающей техники. Зачастую пилоты-каскадёры работали в сложенных метеоусловиях гористой местности, что привело к трагедии. В последний день съёмок два пилота попали в зону густого тумана в Колумбийских Андах и разбились насмерть. При этом за 10 минут до крушения по тому же маршруту пролетал вертолёт с Томом Крузом на борту. Напоследок хотел рассказать ещё об актёрской игре, но тут же Том Круз играет Тома Круза, так что рассказывать особо нечего, сами всё знаете. Фирменная улыбка, фирменный покерфейс и так весь фильм. Донал Глисон здесь мне не особо зашёл из-за дебильного поведения его героя. Да и экрана во времени здесь почти ни у кого кроме Тома Круза нет. Короче сделано в Америке, это околосредниковый безобидный проходняк. Если вы смотрели фильмы «Оружейный барон» и «Гангстер» и нормально их помните, то этот покажется шляпой для детишек. Но если не думать во время просмотра, то может и понравится. Во всяком случае негатива не вызывает. Как на лёгкий попкорновый кинчик сходить можно при большом желании. Только имейте в виду, это не боевик, не детектив, не драма. Это такая псевдобиографическая криминальная история про дурачка. И на мой же субъективный взгляд это уже третья просадка Тома Круза. Сначала «Убогий Джек Ричард 2», затем «Унылая мумия» и вот теперь ещё и такой себе сделано в Америке. Чё-то Том по наклонной пошёл. Он даже не бегал в этом фильме, с ним реально что-то случилось. Ребят, у меня всё. Если смотрели фильм, то пишите, что сами думаете о нём в комментариях. Ну и подпишитесь на мой инстаграм. Я там теперь периодически советую незаезженные хорошие киношки. А то вы постоянно спрашиваете, нравится ли мне вообще что-то. Да, нравится. Подпишитесь на мой инстаграм и узнаете, что. До скорого. Пока.